Ребята, прикиньте, какая тема такая, что Ника дал на мне. Сейчас я вам расскажу. Слышите, аниматом 50 гривен. 50 гривен, а тебе вообще? Та женщине дал. Прикинь, я, короче, выкидываю это, блядь. Ну, собакам сосиски, которые ты дала два пакета. Один и второй. Высыпаю на землю. Подбегает женщина. Ну, нормально, не пьяная, неадекватная. Пожалуйста, сыночек, что ты делаешь? Я говорю собакам. Не надо, я тебе до дома заберу, есть-то буду. Я говорю, а вы что? Это собакам. Она их ядет. Я говорю, она же пропавшая. Говорит, я его это все отварю. Говорит, у меня все дети на вине, короче. И осталась одна невестка. Кажет, мы живем, дуже бедно. А вы все, во дворе. Я ей хочу дать денег. Посмотри, может тут сотка есть? Или 50, или 100, если есть. Ну, да. Сотка, конечно, что люди идут. Я даже не снимал-то, понял? Я думаю, не хочу, Женя начинает. Нет, Женя, не мало. Нету? Ну, давай ей 40 гривен хоть, да. Ну, на мелочи отмеложь давай. Давай, может, если есть десятка, есть. Боже мой, сейчас. Таким ты потом положишь. Десять. У меня есть пять. Ну, дарил тебе все, на. Давай. На, забирай все. Саша есть. Ну, мне, блин, так ее жалко. Ё-моё. Все, закрывай. Все забрала с земли, пособирала все сосиски. Нормально, ну, нормальная, не алкоголичка, не какая-то. Петяц. Петяц. Натя. Женечка, там уже надо сыночка. 50 гривен, я думаю, что будет нормально. Папа, сыночка. Берите, купите себе еду. Нет, благодарите. Ничего, ничего. Все, берегите себя. Спасибо большое. Спасибо. Это жесть. Ребята, представляете, как? Аж, блин, жалко. Кошмар. У меня чуть ли слезы на глазах не наворачиваются. Фух. Сейчас, ребят, еду. Поводка такая немножечко прохладная. В принципе, вы видите, сколько машин стоит, блин. Все забито тачками. Не знаю, мне сейчас вот это вот за эту женщину прям-то, кажется, в душе нехорошо, я вам скажу. Сейчас, может, подъеду, поговорю, если она там есть, спросить, где она живет. Хочу, может, ей какие-то там насобирать, ей какую-то гуманитарную помощь. Нас хоть и попрю, ребятки, спокойно все. Слава Богу. Ребят, поставить негде машину. Все забито. Вот так вот у нас дни проходят. Очень много переселенцев. Сейчас заверну хоть. А нет, у нее уже женщины. Все, она уже ушла, ребят. Блин. Не спросил я, дурачок, блин, не поговорил с ней, где она. Эх. Нету. Ну ладно. Ну что, может, она еще тут будет, я ей хоть как-то помогу. Сидим, ждем машину, которая сейчас приезжает с Финляндии. Ребят, ждали около, ну больше суток, наверное, только по Украине. Потому что наш эвакуаторщик задержался, там и пробил колесо. В общем, мы его долго ждали. И трое суток по Европе. Да, и трое суток по Европе. Еще там на пароме с Финляндии долго очень добирались. Сейчас посмотрим, какая машина, на какую машину мы насобирались с вами вместе. Именно вот с Меляни. Сейчас посмотрим, машина вот-вот уже подъезжает. Мы уже сидим с Виталией, ждем. Будем сейчас разгружать, снимать, смотреть. Поездим. В общем, так вот. Уже наш. Ух, ребят, ну вот и пришла. Вот и пришел наш джипчик. А видишь, две машины, да, наверное, везли, Виталь? Вообще класс. Ну, сейчас отсюда и выгрузим. О, Виталь осъезжает, ребят. Съезжает. Коробка механическая, потому что я плохо езжу на механике. Молочага, джага-джага. Ух, хорош. Классно вообще. Съехать. Там же полный привод, да, еще какой-то есть? Блин, машина полностью завалена, блин. Колеса, тут такие колеса дорогие, ребят. Что-то только колеса 1000 евро стоят, представляете? Это дали в нагрузку хозяина этого автомобиля. Ну, что я вам и хочу, ребят, сказать. Хочу сказать, что спасибо, что вы доверили мне эти сборы, доверили мне эти деньги, на которые все-таки я насобирал на эту машину. Это с помощью только вас, вы большие люди. Вы герои из нашей страны. Потому что вам было не все равно, и вы смогли все-таки насобирать на этот автомобиль. Я благодарю каждого, каждого, кто присоединился к сборам. Я обязательно выложу пост в фейсбуке у себя. Подкреплю все скрины, все фамилии, имена. Те, кто помогал, те, кто складывался на этот автомобиль. Вы знаете, вы герои. Каждый военный вас будет знать и видеть, кто помог собрать на эту машину. Мы собрали очень быстро, собирали с одной гривни. И спасибо всем, кто принимал. Хочу поблагодарить Финляндии, человека, без которого ничего невозможно было сделано. Это Женя Кравченко. И огромное тебе спасибо. Просто на коленях тебе спасибо. Ты проделал огромный путь, 900 километров, чтобы купить этот автомобиль. И отправить его. Спасибо тебе, Женя Кравченко. Я благодарю многих людей, которые складывались, сделали большие взносы. Это Николай Богуславский. Это там Яна Гударенко. Это Виталий Петренко, мой друг. Это кто еще? Бэбек Дима. Кто еще? Ребята, я могу просто всех забыть, кто участвовал в этих сборах. Хочу поблагодарить, кто мне еще помогал. Максим Наскромнюк, Александр Пархоменко мне также помогал. В общем, очень много людей, которые здесь присоединились. Виталя вот сейчас прям ребятам... Я с Вовчиком разговариваю. Вовчик, брат, привет. А он не видит сейчас. Он не видит нас. Сейчас, сейчас, сейчас. Очень, очень. Не видно, да? Мы сейчас, вот, Виталик показывает машину ребятам туда, прям на передовую. Вот он сейчас им показывает, какая будет машина у ребят. Сними ему, да. А ты поснимал его, показал? Не, не, мы прям в эфире, вот. Братух, все нормально, заводится, едет. Сейчас отправляем на СТО, они у Юры подделывают, посмотрят, чтобы она уже полностью была у вас прям на ходу. Ну, вообще, ну, в принципе, едет все нормально. И такие LED-ы поставлены, что даже сам эвакуаторщик говорит. Очень крутые LED-ы. Колеса здоровенные, тоже, блин, я не знаю, какие здесь. С зимней резиной. С зимней резиной хорошие колеса стоят. Мы их тебе поставим, короче, сразу туда. А, блян. Не, 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 сейчас. Да вы сразу колеса тоже ставьте, блядь. Да, 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 да. Так что, еще кому я хочу сказать спасибо? Хочу сказать каждому, каждому смелянину, кто реально присоединился на сборы этой машины. Ребят, здесь немножечко есть еще что сделать. Это надо загнать на СТО. Итак, Юрий, к нашему другу, он взялся это бесплатно сделать, помочь по этой машине, что ее нужно там что-то подкрутить, подделать. У него есть СТО Car Service, которая находится в нашем городе смело. Спасибо огромное, Юра, тебе. Огромничное спасибо. Я просто благодарю этого человека. Это герой, который своим жизнью рискует, доставляя гуманитарную помощь во все точки, горячие точки нашим солдатам, ребят, на передовую. Это Александр Билан, Саша Билан. Ты, я думаю, сейчас смотришь меня. Спасибо тебе огромное. Ты герой. Я надеюсь, что этот автомобиль ты также повезешь на фронт. О, я еще забыл, извините, ребят. Ну, я просто сейчас в такой суматохе. Мы только получили этот автомобиль. И три дня где-то он и шел с Финляндии на пароме, плыл. И сейчас еще его больше суток доставляли сюда. В общем, машина есть, вы ее видите. Я хочу отчитаться, что машина есть. Спасибо вам смело, что вы мне доверили. Спасибо Виталику, мой друг, который мне помогал. Он делал большие взносы. Он всегда со мной 24 на 7. И Виталику отдельное. Ему просто спасибо огромное. Вот этому человеку, который постоянно со мной. Сейчас посмотрим, как это двери. Ой, ой, ой. А, вот видишь, еще масло есть, Виталик. Все равно, наверное, надо покупать. Вот это колеса. Ты показывал колеса, Вове? Да, я колеса показывал. Это вообще, ты представляешь, какие колеса? Ты ему говорил, сколько, какая стоимость этих колеса? Да, 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 да. Я знаю, Вова, знаю, колеса стоят. Вовчик, тысяча евро только колеса стоят. Так что ты будешь на самых лучших колесах, блин, братан. Здесь еще Женя с Финляндии передал Женя Кравченко. Я знаю, ты меня смотришь, ты просто, с тебя надо брать пример другим людям, я это знаю. Ты хотя сейчас находишься в Финляндии, ты там работаешь. Ты не здесь с нами, но ты сделал такую большую работу. Дай бог, чтобы каждый мужчина, который выехал отсюда, с нашей страны, сейчас военное положение, брал бы у тебя пример, за то, что ты помогаешь, как своими большими взносами, так и ты помогаешь по машине. Благодаря ты купил эту машину, ты ее отправил, ты ее даже запаковал, он здесь все подписал, куда? Здесь есть детям, это все с Финляндии пришло, с Евросоюза. Тут есть детям, там детская памперс, здесь есть собачий короб, он все подписал. Здесь еще есть какая-то гуманитарка, здесь обувь для наших солдат на передовую, там легкие какие-то кроссовки. В общем, здесь Женя все, положил масло, короче, все, в общем, по чуть-чуть. Все, показал, да? Да, да. Да? Класс, класс. Надо поделать где-то. Ребят, это не новая машина, это 2002 года, Nissan Tirano 2. Чтобы вы понимали, это прям не новая машина, потому что она идет на фронт. Мы не покупали машину специально, чтобы там чуть ли не люкс-класса, нет. Она должна быть проходимая, она должна быть полноприводная, вот. Вот так вот. Боже, ребят, ты подивись, что тут. Гуманитарка, диви, печенье, это все пацанам, блин, отправили. Это целый кулюк из Финляндии. Еды. Корм для этих, боже, мешками. Это тоже гуманитарка. Жека, ну ты молодец, гуманитарка. Такие сколько, ребят, это стрит. Мы сейчас уже все, давай, перелажим до ТЭБа, потом будем все, блин, раздавать, ну, людям, будем куда-то, куда это надо. Жека просто молодец. Да, я не думаю, оно все чистое, по-моему. Мы уже всю. Вот еще. О! Е-мое! Полная машина. Это Женя, молодец, блин. Сейчас, ребят, заезжаю я сюда вот, на СТУ. Ребят, загнали Юрия на СТУ машину. Теперь она будет делаться здесь. Сделает у него здесь специальные боксы есть, будет сварчик, там что-то подварит, что-то подделывает, чтобы машина была полностью уже, ну, полностью-полностью на ходу, чтобы за нее не переживать. Здесь очень большое помещение. Это СТУ. Кар-сервис. Это у нас в городе Смело. Большая территория. И здесь классный сервис. Чтобы вы просто понимали. Привет! А кто это рисовал? Короче, мы наработаем. Привет, братан. Добрый вечер, мы с Украины. Мы с Украины. Все, из того, корсервис. Не, ну круто, круто сделали. Мне тоже нравится. Яркая такая, блин. А это и адрес. Ройна-батри, сотни, восемь. А тут мне там порт высвечишь. Да, там весь борт, да, я смотрел, там, кстати, весь борт. Так, ребят, перегружаем все полностью мне в машину. В детали. Здесь гуманитарка. Детская. Здесь гуманитарка. Детям будет гуманитарка. Это еночек. Это женский, да? Это тоже, я не знаю. Они все любят мужчины? А, это дать папе. Папе Жене, короче. Радченко. Да, это первые те, которые вещи, чтобы я... Да, особоисты. Это тоже. Значит, самые... Может, это тоже гуманитарка. Вот так. Вот, если загружаем. Может, у кого... Ну, нормально, в принципе, целая машина будет. Не влезет. Так, смотрите, особоисты там. А, гуманитарка. Это тоже... Ого, как для вещковых. Ого. Это Вове надо вообще... Кидать пацанам на фронт. Отдать. Тоже гуманитарка, нет? Особоисты. Особоисты. Значит, особоисты здесь. Все, боже, целый этот. Это тоже... Ё-моё. Это гуманитарка. Гуманитарка. Влезет. А закроется ветер. Но не закроется. Блин. Давай, может, под ноги? Давай, может... Да, 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 точно. Под ноги. Туда, я думаю, влезет. Да или наверх положи вообще. Так, да, пусть так лежит. Еще, да, что-то? А с той стороны. Вот это суетимся, да, пацанам, ребят? Мы как пчелы все одно... Гуманитарка. Гуманитарка. Ты туда, наверное, назад не влезет, да? Да ложи уже на кожу. Пофигу, да. Тут оно все чистое. Тормально. Тут еще машина. Вот так вот забиваем, ребят. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, и не сказал бы, что прям чуть-чуть. Слушай, у меня маленький багажник, отец, мокрый, да? Что-то особоисты. Да? Да. Промокло, блин. Промокло что-то. Блин, мы... Что сейчас будет? Мистер Пенсеттик. Давай. Повертайся. Ты левый тише эту фигуру. Ну, блин, нам нужно на фоне играть. Все хорошо. Что, давай? Можно? Да. Ах... А тебе когда... Одно только. Ну как это? Ну потому что оно больно. А тебе все полюбилось? Нет, я знаю, я видел, что это очень больно. Тебе никогда не щипали больно? Одну. Я скажу как, это больно или нет? Давай. Это больно, Женя. Это сильно больно? Блядь, не знаю. Одну только. Так только не все брови мне выщипать. Женя, сейчас буду щипать. Давай. Ай! Да зачем же ты так тянешь? Так-так надо. Да ты хотя бы, блин, ну так тяни быстро, блин. Ну пипец, блин. Что-то такое. Ты можешь быстро тянуть? Ты берешь, вроде мне мозги потихоньку вытягиваешь. Блин, пипец. Жесть, у меня такое ощущение, что ты мне сейчас глаз вытянула наполовину. Блин, жесть. Зато смотри, как хорошо. Вытяни просто, вот если берешь волосок и так... Так я думала, что тебе будет больно. Ну зачем? Ты представляешь, что ты берешь вот так вот пилишь. Мясо. Мясо так берут, тихонько. Все, все, хорошо. Режут быстро. Кабана, как свинью? Ху! И все. Женечка. Давай. Извини, блин, боюсь. Не бойся. Быстро. Просто если взяла его, потом быстро. Ай! Какая-то херня нездоровая отвечает. Не помогло быстро, да? Да что-то вообще... Как вы их терпите? А, тоже, тоже. Женечка, пожалуйста. Закрывай глаза, чтобы тебе не так страшно было. Ай! Ай! Да ну реально, ну как пчела кусает, блин. Я хренее. Не, не хочу ее такое, честно. Кот, ты зато ты будешь красивый. Не, я еще не красивый. Не, ну красивый, но иногда у мальчиков брови торчат. Уже не торчат? Ну скажи. Котик, пожалуйста. Ой, какой ты молодец. Давай. Я же не все, я же только у которых торчат. Так, неаккуратненько. Ой, нет, ты красивый же. Давай, что еще? Нету, все? Самое основное я не могу. Ну все, значит, почему не надо, да? А? Не надо? Завтра посмотрю, представьте, хорошем. О, да, все. О, видишь, как хорошо. Забольно было? Ну да, неприятно. Не больно, неприятно. Вот тоже. И мне такое скоро предстоит. У меня же скоро будет животик. А, да. И ничего не будет видно. А что тебе надо сделать что-то? Мама с меня смеется, говорит, что ж ты будешь делать? Жаня говорит, придется в лесу жить. Ой, мальчик. Ты что? Ну мне же не будет видно. А говорю, блин, может зеркало поставь. А что тебе надо лазерную эту коррекцию сделать? Я не знаю, шугаринг, может, или лазерная, дорогая, наверное. Да. Наверное, мучиться она будет на шугаринг. А лазерную, наверное, может, и нельзя. Да, нельзя, нельзя. Может, лазер это и плохо. Я не знаю, надо будет узнавать противопоказания. Шугаринг, наверное, можно. На шугаринг, наверное, похожу последние три месяца. Это надо смыть. И она была белочистка, у меня там это глазик и носик, а это родик. Ой, ребята, смотрите, какая тарелка. Ничего себе, такие вкуснятные. Пипец. Молодец. И живот болит, да? И все равно с ним это готовишь. Болит же ли? Немножко. Я так врачу. Спасибо. Я для вас монтирую видео, ребят. Сейчас задам ей вопрос. Ника! Ника! Вопрос задали. Если бы можно было вернуть время назад, чтобы ты была не беременна, ты бы не хотела бы ребенка? А это кто-то задает вопрос? Да, 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 задаю вопрос. А к чему это вопрос? Ну, вообще. Ну, сделала бы аборт? Чтобы вернуть все назад, чтобы ты была не беременна? Нет. Не? Угу. Молодец. А что ты еще думала, я понять не могу? Ну, я просто не могла понять, к чему этот вопрос. Странно. Люди ж, они же от чего-то отталкиваются, когда задают какие-то вопросы. Угу. Мне просто интересно, что у тебя в голове думаешь ли? Так это ты спрашивала или кто это спрашивает? Да, это лично я. А-а-а, так я же сейчас спрашивала, это ты задаешь вопрос или кто-то спрашивает? Мне интересно, ты ничего себе там в голове не промышляешь? Ну, там такие мысли там не посещали. Ну, мне сначала было страшно. Сначала что-то такое мелькало у меня. Да, типа, ну его нафиг, да, боюсь, лучше. Ну, мне просто страшно. Я не хотела брать на себя такую ответственность. Это очень, ну, это же не котик, не собачка и не мышка. А потом, когда я слышала, как он там булькает, крутится, вертится, что он не малький. Как я бы с тобой раньше жила. Да. А теперь я уже слышу, что он там бультыхается, что-то делает. И думаю, как я могла такое думать плохое? Ну, шумничка. Ну ладно, сдавай экзамен. Ну, может, всегда всем страшно, правильно? Да, да. Тебе же тоже было страшно, правильно? Поначалу? Или не было? Ну, нет, ну я же не беременна. Ну, вообще же... Просто интересно, что женщина чувствует, как она думает. У нее первое... Ну, есть пазы такие когда-то. Посещает ли Мейст, а ну его нахер. Лучше бы я сейчас там сделала обод. Ну, она посещает, потому что страшно. И все, да? Не то, что ты его... Ну, он тебе не нужен. А потому что просто страшно. Ну, сейчас не посещают такие? Сейчас не посещают. Ну, слава богу. Мне страшно, я не представляла... Да уже им поздно, куда уже. Как это, когда у меня будет живот? Как это, когда он растет? Это для меня что-то было такое вообще неимоверное, как будто это какое-то амиловленное у меня живот. Как это, когда меня будут говорить мама, мама? Я вообще не представляла, что это такое, как это. Так раз, какая неделя? 22-я? 22-я. Ладно, буду есть. Кушай, а то будешь кушать холодное. Такое вкусное, это... Такое еще и не есть. Все, ем.